Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня ровно 80 лет, как произошел прорыв блокады Ленинграда. В освобождении северной столицы участвовали жители Крачево-Черкесии. Каким был 2022 год для сферы образования? Какие амбициозные планы намечены на предстоящие, об этом и не только, рассказала министр Инна Кравченко. В Черкесске прошла церемония открытия регионального отделения движения «Первых», репортаж в Вести о целях и задачах Всероссийской организации. Турнир по самбо памяти чемпиона мира и Европы депутата Парламента Республики Мухаммеда Кунижева собрал сильнейших спортсменов из регионов страны. Сегодня одна из самых значимых дат в истории нашей страны. Годовщина прорыва блокады Ленинграды. Глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов обращается к жителям Крачево-Черкесии. Эта дата важна и для жителей Санкт-Петербурга, и для всей России. Ведь оборона северной столицы навсегда вписана в историю нашего государства, как безмерно трагическое и в то же время героическое событие. Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, пробив сухопутный коридор между осажденным городом и Большой землей. Это стало первой победой на пути полного освобождения города от фашистской нечисти. Свой вклад внесли и уроженцы нашей республики. На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге на аллее памяти установлена памятная плита погибшим героям солдата из Крачево-Черкесии. Мы помним и чтим тех, кто защищал нашу родину, освобождал мир от захватчиков немыслимой ценой, ценой собственной жизни и здоровья. И сегодня, когда пытаются переписать историю Великой Победы советского солдата, мы должны свято хранить нашу память и передавать подрастающему поколению. Вечная слава освободителям, низкий поклон ветеранам, отметил Рашид Тимрезов. Сфера образования нашей республики находится в непрерывном движении в результате колоссального потока инвестиций. Благодаря национальным проектам строятся школы и детские сады, обновляется материально-техническая база, открываются инновационные центры. Каждый Новый год не становится похожим на предыдущий. Какие пути уже проделаны, а что еще предстоит пройти, узнавала Альбина Ломкова. 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Задачи в сфере образования стоят амбициозные. Их необходимо воплотить в жизнь. Многое уже сделано в предыдущие годы. Так, в 26 образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 1 сентября открыты центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Построенная введена в эксплуатацию школа на 165 ученических мест в ауле Гюрильдиук. Открыт еще один кванториум 18-й гимназии. Также отдельно хочу сказать, что в четырех школах были отремонтированы спортивные залы. В четырех школах были организованы площадки с плоскостным сооружением. То есть всего восемь школ попали в рамках проекта «Современная школа» национального проекта образования. Была продолжена работа по программе «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Работа в нем реализуется по трем направлениям – наука, спорт и искусство. Хочу отдельно остановиться на этом проекте, поскольку он был самым, я считаю, достижимым, массовым, глобальным в этом году. Благодаря поддержке главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова нам удалось создать в 2022 году и открыть новый центр по выявлению, поддержке и сопровождению талантливых и одаренных детей. И сегодня хочу отметить это излюбленное место. В минувшем году было открыто новое дошкольное образовательное учреждение в Усть-Джигуте. Мощностью 80 дошкольных мест. А в рамках проведения мероприятий года «Людей с ограниченными возможностями здоровья» создан центр для детей с ОВЗ по пяти нозологиям. Но предстоит еще больше реализовать в год наставника и педагога. А все потому, что необходимо повышение престижа профессии учителя и продолжение реализации программ капитального ремонта школ. В республике будет построено еще четыре школы. То есть всего в 2023 году будет осуществлено строительство пяти образовательных организаций. За всю историю такого не было, отметила Инна Владимировна. На следующий год, приоткрою занавес небольшой секрета, скажу, что планируется в республике проводить всероссийский этап конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Сейчас этот вопрос обсуждается, но есть такая инициатива со стороны руководства нашей республики, чтобы этот конкурс проходил в нашей республике. Так что не исключено, что в ближайшем будущем из 89 субъектов в нашу республику приедут педагоги с важной миссией. На протяжении пяти дней будут демонстрировать мастер-классы, свои лучшие знания и умения, делиться опытом, вследствие чего определится победитель на российском уровне. И именно в нашем субъекте. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Чекесия. Движение первых – это название организации Всероссийского движения «Детей и молодежи». В Черкесске прошла церемония открытия регионального отделения. О задачах и целях движения рассказали его участники. Подробности у Али Баташева. Миссия нашего движения – это в первую очередь быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении и быть первыми. Участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Взаимопомощь и взаимоуважение, единство многонационального народа России, верность исторической памяти, главные нравственные ориентиры движения первых. Владислав Бабич – один из первых членов новой детской организации республики. Чтобы сплотить молодежь, чтобы двигаться, помогать друг другу, поддерживать. И сейчас главной задачей движения состоит создание благоприятных условий, такой среды для реализации множества инициатив детей, множества проектов. Чтобы уже у Российской Федерации на базе молодежи была такая мощная сила, и чтобы множество детей могли найти себе направление, как-то развиваться. Именно мы были отправлены участниками от Карачао-Черкесской республики делегатами, которые избирали миссию, цели, название. И в том числе благодаря нам было выбрано название «Движение первых», и теперь наш проект, наше движение называется «Разискодвижение детей молодежи. Движение первых». Ребят поздравили представители Министерства по делам молодежи Карачао-Черкесии и председатель регионального отделения Движения первых Карачао-Черкесии Алина Качкарова. Любое движение, любой форум, любое мероприятие, где ты участвуешь, я имею в виду ребенка, это инвестиция в себя, это самое главное, что может сделать для себя ребенок. Я огромную благодарность хочу выразить родителям, которые всегда поддерживают своих детей в таких начинаниях. Деятельность детской организации «Движение первых» насчитывает 12 направлений, среди которых образование, культура, искусство, спорт, патриотизм, волонтерство, экология, охрана природы и другие. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 7 градусов мороза, а днем до 13 тепла. В горах плюс 2, плюс 7. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесске переменная облачность без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 5 градусов мороза, а днем до 11 тепла. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, 2Б, 2-й этаж. 8-952-836-47-03. Продолжаем выпуск. В Черкесске появились полицейские патрули, оснащенные специальными камерами для выявления нарушителей правил дорожного движения, остановок и парковки. Число транспортных средств в Черкесске растет в геометрической прогрессии и данное явление неизбежно порождает нехватку парковочных мест. В свою очередь жители жалуются, что большинство автомобилистов паркуются в неположенных местах, что создает дополнительные сложности. Теперь со злостными нарушителями правил дорожного движения будут бороться аппаратно-программные комплексы фиксации нарушений правил стоянки и остановки. Иными словами, специальные камеры на передней панели патрульного автомобиля будут моментально выявлять нарушителей ПДД и отправлять им штрафы. По словам самих автолюбителей, особо остро проблема стоит в районе улиц Кавказская и проспекта Ленина. Чаще всего именно здесь машины оставляют в буквальном смысле, как придется. По Дворце спорта юбилейный прошел ставший уже традиционным турнир, посвященный памяти мастера спорта по самому международного класса, неоднократного чемпиона Европы и мира, депутата Народного собрания Крачева-Черкесии Мухаммеда Кунижева. Соревнования имени нашего выдающегося земляка в очередной раз собрали в нашу республику сильнейших самбистов из множества регионов страны. Ахмад Халкечев продолжит. Восьмой уже по счету всероссийский турнир по самбо памяти Мухаммеда Асламбековича в этот раз собрал 158 участников из самых разных регионов нашей страны. После официального открытия состязаний участников турнира поприветствовал министр физической культуры и спорта Карачаевой Черкесии Рашид Узденов. Спортсменам по традиции желаю много ярких побед на своем жизненном пути. Всем собравшимся мирного неба над головой, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Крайне высокая конкуренция и предельный накал спортивного азарта среди участников состязаний проявились с первых же минут. Оно и понятно, ведь данный турнир является еще и отборочным на чемпионат России. Следит за выступлениями участников и контролирует работу судейской коллегии заслуженный тренер России, судья всей российской категории Юнус Ход. Я уже несколько раз на этом турнире главный судья. С каждым годом все больше участников становится. И сами видите, призеры России участвуют, призеры и чемпионы своих федеральных округов участвуют. Сборная Карачаевой Черкесии очень сильно выглядит на этот раз. Ребята уже несколько лет подрастают. И видно, что ребята, тренера уже хорошо поработали за прошлые годы. С прошлым годом связи, если их сравнивать, то намного лучше уже выступают ваши. Очень много ребят в финал вышли. Первым из числа представителей нашей республики золото турнира выиграл воспитанник Азамата Охтова Амир Охтов, выступавший в категории 46 килограммов. Провел я четыре схватки и соперники все были террором. Слабых не было. Эдуард Кишмахов, выступавший в категории 58 килограммов, чтобы стать чемпионом турнира, провел пять схваток. В финале наш самбист вышел с представителем Адыгеи. И, как признается сам Эдуард, спортсмен из соседней республики оказался самым сложным. Родка была довольно таки упорная. Как ты думаешь, что тебе прижит? Подсказка тренера. Без тренера боя бы не смог. Он мне говорил, что отбивать его на технику с ним бороться. И получилось. Организацию и проведение мемориального турнира каждый год финансово поддерживает семья и многочисленные друзья Мухаммеда Асламбековича. Цель единственная. Убрать молодежь с улицы, с дороги, чтобы они приобщились к спорту. Учеба, спорт, учеба, спорт. Это наше будущее. Человек, находясь в спортзале, и самоосознание формируется, и уважение друг к другу формируется, и уважение к старшим формируется. Я думаю, это и одно из первых мест он занимает в воспитании нашей молодежи. Мухаммед был не только спортсменом высочайшего уровня, но и человеком широкой души и большого сердца. Его, как истинного патриота своей родины и своего народа, искренне заботили вопросы правильного воспитания подрастающего поколения. Вспоминают близкие. Он всегда старался даже в ауле, в КСЖ, молодежь, детей направлять правильно, чтобы они занимались спортом. Он сам покупал им то, что в тренировках нужно, возил на соревнования. Когда он ехал, те, которые с ним занимались, если у них не было возможности поехать, он старался помогать всем. Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам, друзьям Мухаммеда, которые из года в год, не забывая, такие мероприятия проводят в честь него. И даже призы, все это организовать не очень легко. Вот из года в год они продолжают это делать. Огромное им спасибо. Ахмат Халкечев, Расул Бергиев, Вести Карачаева, Черкесия. И последнее православные верующие отмечает сегодня крещенский сочельник. Во всех храмах идут торжественные службы. Считается, что вода после церемонии приобретает слебные свойства. Вечером начнутся крещенские купания. В Карачаеве, Черкесии, организовано 14 мест для купания на крещение. Черкесский купель организовали в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Возле него будут дежурить полицейские, спасатели и медики. В МЧС напоминают, окунаться нужно в специальных местах. И перед ритуалом лучше не употреблять алкоголь и в целом трезво оценить возможности своего здоровья. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok